Привет-привет! Сегодня пятница, 5 сентября. В понедельник у нас Лавер Дэй, День Труда. И таким образом получились выходные длинные, три дня. И все нью-йоркцы стараются выехать куда-то, хотя бы ненадолго поменять обстановку. Мы не исключение. Так как в связи с пандемией далеко не поедешь, особенно с границу, мы выбрали такое небольшое местечко в нашем штате Нью-Йорк под названием Медвежья гора, Bear Mountains. Находится это место на территории Нью-Джерси, через речку Хадсон от Манхэттена, но все-таки попадает в штат Нью-Йорк. На машине от дома ехать где-то полтора часа примерно, то есть недалеко. Место мы это очень любим. Были здесь неоднократно. Здесь очень красивая природа, леса, огромное озеро. Особенно красиво здесь осенью, когда золотая осень. Пока еще листва зеленые, тем не менее, я думаю, все равно будет здесь шикарно гулять. Здесь прекрасное место для хайкинга, различные тропы, лодочная станция, небольшой зоопарк, бассейн, который сейчас закрыт, огромная поляна с дорогим отелем, карусель и много всего интересного. Так что будем гулять, отдыхать. Буду все снимать, вам показывать. Остановились мы в небольшом отеле прямо рядом с горой, с видом из окна на гору Медвежью. Здесь довольно-таки мило, хорошо. Приехали мы втроем, я, муж и Ваня. У Василисы очень много уроков, она осталась дома. Обратно поедем в понедельник. Так что завтра у нас полный день. Я думаю, он пройдет очень хорошо. Вот так внешне выглядел наш мотель двухэтажный. Большая лужайка, парковка. Чисто, аккуратно, уютно, вид на гору. У меня нет большого опыта проживания в дорогих американских отелях, но в отелях среднего уровня и даже в мотелях мы периодически останавливаемся. Из чего я могу сделать вывод, что куда бы ты ни забрался, в любой штат, в любой даже самый маленький городок, всегда можно рассчитывать на хорошее уютное жилье, светлую комнату чистую, две кровати queen size. Конечно, если ты не заказал king size, одну кровать. Хорошую ванну, туалет, естественно, в номере. Мыло, шампунь, кондиционер для волос, какой-то крем там самый такой простой. Полотенце, конечно, каждый день меняют, чистое белье меняют. Ну, то есть все очень комфортно, все продумано для отдыха. Обязательно и холодильник, и микроволновка. Кофемашина раньше была, сейчас, правда, кофемашин убрали. За это лето это уже второе посещение нами отеля. Ну, вот здесь довольно простой номер, поэтому нет даже шкафа, но есть вешалки, обязательно утюг, фен. Ну, то есть такой стандартный набор. Хорошие, очень высокие кровати, двойной матрас, много подушек, много разных там одеялов и покрывалов, вариант различный, то есть чем укрыться. Обязательно, конечно же, кондиционер, который регулируется, телефон. Все работает всегда. Да, да, в каждом номере всегда американского отеля обязательно Библия и Йеллоу Бук, то есть справочник телефонный. Ну, в общем, довольно стандартный набор, и ты всегда знаешь, когда снимаешь номер, что будет и то, и другое, и третье обязательно плотные шторы, чтобы можно было отдыхать хорошо. Мне понравилось, что у нас был такой спаренный номер, дверь в центре. То есть мы могли ходить не через улицу. А это мы поехали в Panera Bread. Это такая сеть таких кафешек. Там у них сейчас есть нельзя внутри в связи с коронавирусом, поэтому можно заказать онлайн, прийти забрать. Как вы видите, народу там вообще никого. Все очень удобно. Единственное, пришлось вот кофе налить самим. Ну, все быстро, уже заказ готов к твоему приезду. Это вот опять отельчик наш, мотельчик. А это я пошла пешком, совсем недалеко первый вечер в пятницу. Такие дома, просто решил вам показать. Огромные участки. Это уже кафе. А так вот какие-то поля, несколько домов, на огромном расстоянии друг от друга лужайки, никаких заборов. Уже вот немножко садилось солнышко. Там такой очень хороший мол, состоящий из отдельных магазинов. Премиум он называется, по-моему. То есть там самые такие ведущие бренды европейские. И у них стоковые магазины. Аутлет это называется. Опять же, все прекрасно организовано. Красивые домики, автобусная станция, огромные парковки там. И парковки были полностью заняты. И вот вы видите бренды. Армани, там и Гуччи, и Фенди. Я, конечно, даже немножко посмеялась. Первый раз в жизни я увидела очередь в магазин Гуччи. Вот Хлоя. То есть воедино собраны просто шикарные всякие бренды. Диор. Что мне нравится в Америке? Прада. Тоже очередь. Вы видите, какая. Ну, конечно, туда пускают небольшими партиями людей, потому что просто ограничивают количество посетителей внутри. В общем, забавно все это выглядит. И мне нравится в Америке то, что если в Москве как-то мне даже боязно было иногда зайти в какой-то бутик, то здесь все очень просто, очень доброжелательно. Никто, ты можешь там, не знаю, в шлепках и в шортах дешевых зайти в любой магазин. Никто косо не посмотрит, пальцем не покажет. То есть совершенно нормальная атмосфера. Здесь, конечно, очень много афроамериканцев. Они любят одеваться. Я посмотрела на очереди. Видимо, популярны, конечно, у них такие хорошие молы. Но наш мол, например, на Стейтен-Айленде, это большой двухэтажный такой центр торговый. А здесь вот именно приятно тем, что здесь маленькие домики. Все очень уютно. То есть просто даже там посидеть в кафешке и то приятно. Володя с Ваней приехали за мной на машине, ждут на парковке, и я покидаю мол. Вот идет впереди в форме, я думала, полицейский, но почему-то он прошел полицейскую машину. Наверное, полицейский, хотя форма у него совсем не такая, как у нас в городе. Это еще раз автобусная станция. Прощаемся с молом. И вот в районе 7 часов вечера мы доехали до Медвежьей горы. Плата за въезд на территорию парка уже не берется в это время. Народ разъезжается, но еще по-прежнему все-таки многие отдыхают. Берр Маунтен это стейт-парк, то есть государственный парк штата. Но в центре парка располагается такой отель, большой, красивый. Не знаю, кому он принадлежит. Володя даже узнавал стоимость номеров там, но делал он это за пару дней до отъезда. И оставались номера только по 600 долларов за ночь. Ну, видно, что отель, конечно, не дешевый. Внутри мы были в магазине сувениров и в кафе. Также там ресторан большой. В таком же стиле оформлены и карусель, и административное здание, которые находятся на этой же большой поляне. Здание обложено камнем. В таком, я бы сказала, старинном стиле. Очень приятно глазу. Также на этой поляне находится каток, который работает зимой. Если отойти немножечко вглубь, там стоят отдельно стоящие домики, типа нашей турбазы. За ними располагается бассейн, который, к сожалению, закрыт сейчас из-за вируса, из-за карантина. Это мы вышли уже к озеру. У нас оставалось порядка 40 минут, наверное, до заката. Но мы успели обойти круг. Полюбоваться на заходящее солнышко, на гладь воды с отражением деревьев. Купаться в озере нельзя. Не знаю из-за чего. Оно довольно мелкое у берега. Видела я, правда, и змей там плавающих. Пресная вода, конечно. Очень красивые леса, хвойные. Камни. В общем, замечательная природа южная. Вот совсем солнышко село. И мы вернёмся сюда завтра. Последний взгляд на отель. Огни. И уезжаем домой. Тем не менее, ночная жизнь на Медвежьей горе продолжается. Звучит тихая музыка на испанском. Гуляют влюблённые парочки. Ездят машины и собирают мусор. До завтра, друзья. Продолжение следует. Спасибо всем за внимание. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.